Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 18-го тура английской премьер-лиги Фуллхем-Саутгэмптон. Встречаются 8-я и 20-я команда АПЛ. Смотрим, как соперники отыграли матчи предыдущего тура. Фуллхем крупно выиграл на Селхерспарк, но вряд ли бы это было возможно, если бы Орлы не остались к середине второго тайма в девятером. На 34-й минуте Митчелл в центре поля сыграл очень грубо в ситуации, не требовавшей того, а на 57-й минуте Томкинс выставил руки, как у мельницы, и Митрович не применил этим воспользоваться, картинно завалившись на газон. К тому моменту счет был 0-1, и Фуллхем без проблем довел дело до разгромной победы, хотя Пелос мог бы сыграть и более внимательно в обороне. Саутгэмптон проиграл Дома Брайтону 1-3. Игра проходила с территориальным преимуществом гостей, которые острее атаковали в первом тайме и были вознаграждены за это двумя голами. Первый гол забил Лоланок ударом головой. Базону сыграл далеко не лучшим образом, такой мяч можно было отбить. В средине тайма хозяева отметились автоголом, а гол красавец Марча Солли на 54-й минуте матча окончательно снял все вопросы о победителе. Уарт Праус отыграл один гол, добив мяч после неудачно выполненного пенальти, но не более того. Последние матчи команд. Фулхэм выиграл 3 из последних 10 своих матчей и еще 4 проиграл. 8 из последних 10 матчей коттеджеров были результативными. У Саутгэмптона только одна победа в последних 10 матчах. В последних 4 своих матчах святые и забивали, и пропускали. Очные матчи. В последних 10 очных матчах у Фулхэма только одна победа над Саутом. 6 матчей выиграли святые. В последних 2 очных матчах на Крэйвен Коттедж было забит только 1 гол. Хозяева гости. Фулхэм в этом сезоне выиграл 3 домашних матча, проиграв только сильным командам МЮ и Нью-Каслу. 7 из 8 домашних матчей Фулхэма были результативными. Саут на выезде выиграл 2 игры, 6 матчей проиграл. 5 из 8 выездов святых были нулевыми. Прогноз на исход матча. Хозяева идут фаворитами на эту игру, и это неудивительно. Глядя на плачевное состояние Саута. Похоже, что Джонсу не удастся вытянуть клуб из низовой тряси на АПЛ. Саут Гэмптон выглядит очень неубедительно в атаке и неважно играет во вроне. В сложившихся обстоятельствах у Астей немного шансов на успех в предстоящем матче, даже с учетом того, что для святых Коттеджеры являются в принципе удобным соперником. Пожалуй, максимум на что могут вытянуть здесь гости, это ничья, причем скорее 1-1, чем 0-0. Саут еще ни разу не играл на выезде в ничью, соперник для этого вполне подходит. Но и проиграть много гостей с Саут не должен бы. Поэтому с учетом коэффициента логично брать плюсовую фуру на гостей, которые будут очень и очень стараться. И если выбирать между непроигрышем хозяев за 1.29 и победой гостей с фуры плюс 1.5 за 1.27, все же предпочтительно смотрится второй вариант. Те же, кто не хочет размениваться на малые коэффициенты и правильно делает, наверное, логично остановить свой выбор на ничейном результате. Тотал голов. На низовой матч дали высокий коэффициент, это дает возможность играть тотал меньше 3.5 за неплохие 1.44. В очных матчах соперники играют в плане результативности примерно 50 на 50. Последние две очные игры на поле Фулхама были низовые и нулевые. Ну, как бы пора играть уже и результативный матч. Но дело в том, что Саут последние два своих матча отыграл на 3.1. Очень редко святые идут на третий матч с таким же счетом или больше. Фулхам дома в этом сезоне просто феерит результативностью. Поэтому шанс на то, что будет забито 3 гола примерно такой же, как и шанс на 2 гола, но вряд ли будет забито больше или меньше. Вот или 2, или 3. Обе команды забьют, да нет. Как уже было сказано, если тут и будет ничья, то скорее результативная. Последние два очных матча на Кревен Коттедж были нулевыми. Правда, у Саута идет длинная забивная серия с 4 матчей. При этом большую часть домашних матчей Фулхам играет на обе забьют, да, а Саут на выезде на обе забьют, нет. Как видим, объективные предпосылки имеются как для забивного, так и для нулевого матча. Не сдается, что скорее, наверное, все же будут забивать обе команды, но коэффициент малова для такой ставки. Однако и брать нулевой вариант матча как-то нет особого желания тоже. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч, наверное, все же тотал меньше 3.5, коэффициент 1.44. Оптимальный вариант, ну, логичные обе забьют, да, как бы классика. Коэффициент 1.61. Доходный вариант ничья, коэффициент 3.36. Как оно будет на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...